Привет! Вот такой прекрасный браслет из японского бисера Мяуки мы сейчас с вами соберем. Соберем его на станке для бисероплетения. Отдельное видео по распаковке этого станка будет у меня на канале в ближайшие дни. Все ссылки на материалы, которые используются в этом видео, будут в описании. Вот такой вот мне пришел станочек, уже собранный, деревянный, вполне себе удобный. С ним можно работать как вертикально, так и в горизонтальном положении. У меня не было опыта работы с бисером, но только в раннем детстве. Такой вот фетр прилагается к станку. Смотрите, у меня нитки японского качества. Ссылка также в описании на них есть. Можно купить какие-то другие подобные. Ну и конечно, они должны быть тон в тон к бисеру, тогда они не будут видны в изделии. Нить прочная, крепкая и приятная на ощупь. Иголочки я использую тоже, японского качества. Ссылка в описании. Бисерные иглы. На станке имеется такой вот магнитик, но я им не особо пользовалась, если честно. Бисер Мяуки Делик 11 размера. Он такого кремового цвета с радужным отливом. У меня тут 10 грамм. На браслет уходит совсем чуть-чуть. Где-то половина одной пачки, даже меньше. К станку прилагались еще вот такие вот схемы с инструкцией. Но я ими пользоваться не буду, потому что у меня однотонный бисер. А так, в принципе, очень полезно. Если вы новичок, тут все указано, все подробно написано. У меня нити натянуты уже на станок. Понаблюдайте за процессом. Рядов нитей на одну больше, чем будет бисеринок в самом браслете. Подробный процесс натягивания нитей и плетения в том видео, которое я уже анонсировала. Одиннадцатый размер это мелкий бисер, но есть еще мельче, пятнадцатый. Ряд за рядом мы выкладываем бисеринки согласно этой схеме. Изначально изнутри прокладываем бисерины, а потом идем поверху иголкой через весь ряд. И так далее, ничего сложного. Технику я отдельно покажу. Мой браслет рос примерно до 15-14 сантиметров. Но дальше я совершила ошибку, потому что делала все, так сказать, по наитию. Слишком блеско отрезала нитки к окончанию изделия. И мой немного отросший маникюр не давал мне толком завязать, закрепить само изделие. Это набор концевиков, который мне пришел также. Ссылка в описании. Есть серебряные, есть золотые, разных размеров. Я креплю. Идеально подходящий по размеру золотой концевик. Выглядит шикарно. Очень красивый радужный перелив дает этот бисер. Это может быть даже и как повседневный вариант, и вечерний вариант. В общем, он такой получился универсальный браслетик. Мне очень нравится. Вы можете приобрести материалы, которые указаны в описании, либо похожие где-то в других магазинах. Техника плетения в отдельном видео. Оставьте, пожалуйста, комментарий. Мне очень важно, как вам результат. Обязательно подписывайтесь. У меня много разных рукоделий. Спасибо за просмотр.